Это очень неплохой урон для кинжала. Очень неожиданный результат. Покажу вам такие эксперименты, как максимальный урон медного кинжала, сколько будет защиты без использования брони, сколько будет маны без использования звезд и многое другое, что было сделано мной еще 4 года назад в старой версии Террарии. Обязательно смотрите этот ролик от начала и до конца, чтобы не пропустить все самое интересное. Подписывайтесь на канал, если хотите, чтобы я сделал ремастеры второго сезона, который также вышел в 2020 году. Переходите в дискорд сервер, где можно пообщаться со мной и моими зрителями, а также где сейчас проходит конкурс экспериментов от подписчиков, в котором вы можете поучаствовать. И заработать 200 рублей, а также попасть в мой новый ролик. Ну и про телегу, не забывайте, где я публикую новости. Не буду больше вас задерживать. Всем приятного просмотра! Все чаще я прохожу Террарию с различными ограничениями и челленджами, некоторые из них, которые, возможно, ставили себе даже вы. С этим могут помочь моды, но для модов нужна лицензионная Террария, и, возможно, многие из вас хотели бы пройти модовую терку. Но задавались вопросом, как приобрести Террарию в Стиме, ведь сейчас многие мои зрители из России и СНГ просто не могут даже банально пополнить баланс. Но повезло, что решить эту проблему в два счета можно при помощи сервиса Steam App. Самое приятное, что это не сервис ключей или аккаунтов. И здесь вы просто можете пополнить именно свой аккаунт в Стиме. Причем абсолютно безопасно, ведь вы вводите просто свой логин, который находится здесь. И никакого пароля и прочей идентификации. Главное, заметьте, что нужен именно ваш логин, а не никнейм. Это важно. И дальше вам всего лишь нужно ввести сумму, на которую вы хотите пополнить. За ваше пополнение сервис берет минимальную комиссию, которая, однако, ниже, чем у конкурентов. Что, безусловно, плюс для вас и для вашего удобства. Вы можете выбрать из большого числа способов оплаты самый лучший для вас. И не беспокойтесь насчет запретов, ведь этот сервис не блокирует переводы из России и СНГ. И, разумеется, не забывайте переходить в телеграм-канал Steam App, ведь там регулярно происходят розыгрыши баланса Стима. Переходите по ссылке в описании и на сайт Steam App, и на телеграм-канал, и пользуйтесь удобным и безопасным сервисом пополнения вашего аккаунта в Стиме. Буду двигаться в хронологическом порядке и начну с эксперимента про медный кинжал. И ведь это был даже не самый лютый эксперимент, но он принес мне самую первую популярность на канал. Тем не менее, суть этого эксперимента в том, чтобы разогнать урон медного кинжала до его максимума. И за 4 года в Террарии появилось чуть больше новых способов разгона урона. Медный кинжал с легендарной зачаровкой имеет 6 единиц урона. Начнем же увеличение с брони, а это будет шлем рыцаря Вальгалы. Нагрудник солнечной вспышки и орехалковые поножи, которые до сих пор переведены как нагрудник. Урон уже подскочил до 8. Результат неплохой, но дальше больше. Добавим 7 аксессуаров, закованных на 4% к урону. Эмблема уничтожителя, эмблема мстителя, гнилые останки, небесная ракушка, механическая перчатка, эмблема воина и огненная рукавица. Раз в сборке есть ракушка, придется включить ночь, чтобы получить максимальный баф. Теперь медный кинжал наносит 15 урона и критует максимум по 32. Под бафами дряды, туманностью урона от финальной бронемага, мести, эля и сильной еды урон растет аж до 19. Но я добавляю просто конченую имбу, которая есть только у воина. А это ударный момент, который в 5 раз увеличивает урон воина на 1 удар, который можно получить от щита Капитана Америки. И таким образом я смог ударить на сумасшедшие 216 урона. Только представьте, что произойдет с ползоножкой под знаменем, по которой приходит урон в 20-кратном размере. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Этот эксперимент на аксессуарах, ибо больше нет никаких способов разогнать еще максимальное число маны. Хотя нет, вру. Хрустальный шар может дать игроку еще 20 маны. Но ладно, есть всего 4 аксессуара дающих ману и 1 перековка. Всего 7 слотов, это значит, что я могу получить 140 единиц маны на халяву. А эти 4 аксессуара, это небесные наручники, магические наручники, браслет звездной силы, браслет регена маны и 3 любых аксессуара. И такая сборка позволяет преодолеть обычный предел маны в игре. Потому что максимум теперь это 480. Вот такой простой эксперимент с необычным результатом. А дальше будет эксперимент, который очень похож на эксперимент с медным кинжалом. Ведь на этот раз мне предстоит разогнать урон деревянного лука. Максимальная перековка деревянного лука это демоническая, с ней у лука 5 урона. С обычными стрелами этот лук бьет очень слабо, так что возьмем ядовитые стрелы, которые имеют самый большой урон в игре. Из-за такой махинации урон возрос больше, чем вдвое. Но теперь надо облачиться в броню вихря, потому что ее бонус сета позволяет переходить в инвиз и увеличивать урон. Как вам удары по сотке из деревянного лука? Если вы думаете, что это все, давайте добавим бафы и аксессуары. Они во многом похожи на те, что были в первом эксперименте. Но есть три новых. Все три колчина, каждый из которых увеличивает урон стрел на 10%. Месть, баф дриады, туманность урона, сильная еда остаются и добавляется баф лучника. И теперь это бешеное оружие бьет по 200 за удар. Самое время посмотреть на урон по ползоножке под знаменем. И несмотря на то, что у лучника нет бафа, который пятикратно увеличивает урон, стрелы и сет вихря делают свое дело, разгоняя урон до сопоставимого с медным кинжалом. А последний эксперимент достаточно прост, но не менее интересен тем, что 4 года назад результат был куда меньше. На этот раз я покажу сколько будет защиты без использования самого главного источника, а именно брони. 4 года назад в старой версии террария 1.3.0 не было многого, что я покажу сейчас. На этом персонаже была использована амброзия, которая дает 4 единицы защиты. Начнем же мы с аксессуаров. Каждый из них будет перекован на плюс 4 к защите, что дает нам 28 халявной защиты из 7 слотов. Небесная ракушка снова будет в сборке, поэтому я также ставлю ночь. А дальше щиты. Героя, Анха, Паладина, Замороженный и Кастет из плоти с перчаткой Берсерка. Защиты уже стало просто навалом и почти столько же было и 4 года назад, хотя я использовал далеко не все возможности сейчас. Ставим статую Баста и используем бафы. Благословение Дриады, Железная кожа и Сильная еда. Защиты уже 106, но не забываем про адское клеймо или щит Капитана Америки, который дает игроку еще 20 защиты. Теперь ее 126, что на порядок больше, чем было раньше. Полюбуйтесь на этого скелетрона, который даже не может меня убить. Ну а я тем временем закончу этот выпуск экспериментов. Надеюсь вам нравится идея с переработкой старых экспериментов и вы подпишитесь на канал, чтобы увидеть ремейк второго сезона. Также надеюсь, что вы перейдете в мой дискорд сервер, чтобы до 3 июля поучаствовать в конкурсе экспериментов на моем канале. Заработать 200 рублей и поучаствовать в следующем ролике на канале. Ну и надеюсь, что вы поставите лайк. Пользуйтесь этим лайфхаком. Всем удачи и адьос. Субтитры сделал DimaTorzok